Программа «Антискул» Добрый день, спасибо большое, что пришли. Мы сегодня поговорим про Олимпиаду НТИ. Но, наверное, первый вопрос. Вообще, как вы пришли в образование? Был ли это осознанный выбор? Или вас к этой сфере что-то подтолкнуло? Наверное, с Ольги начнем. Я пришла случайно к образованию. Я заканчивала географический коллектив МГУ. И в какой-то момент ко мне обратился учредитель наших всех компаний, мой муж, с тем, что он делает метеостанцию для школьников. Это был еще 1990 год. И ему нужны ряды данных для разработки методик. И я ему сказала, что, ну, если вы делаете станцию для школьников, метеостанцию, вам надо еще сделать станцию прямоспутниковой информации, чтобы дети видели, как там перемещаются циклончики и могли связать одно с другим. Ну вот, собственно, с этого начался наш путь в образовании. Но потом мы года через три, продавшие в Японию, в Израиль, в Англию в те времена наше оборудование, мы пришли, ну, ушли из образования, потому что рынка вообще не было, компании было очень трудно выживать. А сейчас вот на новом этапе, опять к этому вернулись, но это тема отдельного разговора. Алексей, а вы как? Ну, у меня тоже был непрямой путь. Я долгое время занимался информационными технологиями, собственно, получил образование в этой области, работал программистом, руководителем проектов в России, в американских компаниях. И после этого в какой-то момент, скорее всего, какая-то внутренняя потребность призвала меня в мир образования, потому что мне хотелось иметь большее отношение к тому, как, собственно, меняется мир и как мы участвуем в этом изменении мира. А в образовании, мне кажется, это очень потенциальная такая область, потому что то, что ты делаешь с молодыми людьми, приводит не только к их изменениям, но и к твоему изменению, и к изменению мира вокруг. Ну, тогда, как руководитель проекта Олимпиады, расскажите немного о ней, какая у нее миссия, чем она отличается от обычных Олимпиад, потому что, мне кажется, у всех такое представление, там, прошел тест, выиграл, не выиграл. Мне кажется, это что-то другое. Слово Олимпиада, оно немножечко всех запутывает, потому что мы представляем себе Олимпиаду, как некоторые соревнования в духе школьники приходят, решают очень сложные задачи на бумаге или там как-то еще, и, собственно, выделяется лучший. А у нас изначально идея была какая, что мы работаем с научно-техническим творчеством и с проектами, с предпринимательством технологическим у школьников и у студентов, и в районе старших классов появляется очень серьезный провал, связанный с тем, что школьники бросают заниматься таким творчеством, начинают готовиться к ЕГЭ, потому что среда всех к этому подталкивает, учителя, родители и прочее. А мы как раз задумали, что за инструмент такой нужен, чтобы, с одной стороны, они продолжали реализовывать то, что им нравится, делать проекты, исследовать, заниматься космическими снимками или кубсатами или какими-то еще вещами в космосе, не только. И с одной стороны. А с другой стороны, они могли поступить в УЗ. И вот объединение этих двух идей как раз привело к такому уникальному формату, это командная олимпиада, то есть мы должны вместе решать инженерную какую-то поставленную задачу на практике, создать устройство, считать какие-то данные, проанализировать их, написать программу и так далее. Вот такой вопрос сразу всплывает, что все-таки мы все по общеобразовательной школьной программе учимся, там математика, физика, и космос как-то не сильно всегда затрагиваем, или там биоинженерию, или другие, в общем, области. А вот как тогда школьник, он как-то это такое получается? Только через какое-то путешествие в мир реальности. То есть мы на самом деле рады тому, что мы выходим за рамки школьной программы, мы заставляем детей, их наставников, учителей, родителей вместе пропахивать совершенно новые области, каждый год заново чуть-чуть углубляя или понимая, что тебе интереснее. И это на самом деле супер мотивация для школьников и глубже понимать предметы, те, которые им нравятся, и разбираться в том, куда им двигаться дальше, и по-настоящему обладевать современным технологиям, понимать, как они меняют мир. Я знаю, что скоро как раз стартуют Олимпиады. Расскажите подробнее вообще, как на нее попасть. Ну, эта Олимпиада стартует в интернете. У нас очень широкий онлайн-отбор, и в середине сентября сейчас регистрация, дальше осенью пройдут отборочные этапы, нужно будет порешать задачки, потом уже объединиться в команду. Это можно сделать тоже в интернете. То есть ребята у нас со всей страны, и не только из городов, из сел объединяются вместе, и уже в команде готовятся к финалу, попадают в финал командой. Ну, а финалы пройдут весной, и там их ждет уже вот это самое интересное приключение, инженерная разработка в команде, встреча с очень крутыми экспертами. Это то, ради чего они, собственно, через все это прорываются. А вот онлайн, это все-таки больше предметные такие задания? Не только. То есть у нас там есть предметный тур, где нужно показать просто некоторое понимание базовое тех предметов, на которые мы опираемся. Но мы, каждая тема Олимпиады, например, космические снимки, очень хороший пример, она обязательно размазана между предметами. Это информатика, география, это какие-то основы математики, потому что у вас там будет анализ данных. А это могут быть и физики, потому что вы должны понимать, как устроена атмосфера и там луч света, который принимает оптика. Поэтому это всегда много предметов, и это всегда командность, и в команде можно найти, кто чем занимается. Поэтому, когда ребята в ноябре объединяются в команды, дальше они уже и готовятся в команде. Очень часто бывает так, что они распределяют внутри команды роли, и дальше какие эффективные такие единицы действуют вплоть до финала. Вот тоже такой вопрос возник, а почему все-таки школьники, например, не студенты, потому что, возможно, у них бы создалось еще более что-то масштабное, может быть, у них больше знаний. Или вот школьники, у них скрытый потенциал есть. Школьники способны решать невероятные задачи, и это большое заблуждение, которое часто навязывается, что если ты не достиг какого-то возраста, ты не можешь чем-то заниматься. У нас есть очень яркие примеры, где решения, которые предлагают ребята, в самых разных областях, они, в общем, на уровне вполне и студенческих работ. Это мотивация, от нее все идет. И здесь, конечно, мы в этом году будем экспериментировать и со студенческим этапом, мы хотим и это попробовать. Но школьники для нас это самое такое энергетизирующее, что ли. То есть мы видим, как они увлекаются этим, увлекают взрослых, и это все начинает жить, развиваться. То есть вот есть цель на будущее, как-то их отобрать, да, и что-то продвигать. Вот куда идут дальше школьники, которые финалисты Олимпиады? У нас 13 из направлений нашей Олимпиады дают им 100 баллов, остальные дают возможность получить какие-то льготы попроще, они выбирают ведущие вузы, они при этом остаются связанные между собой. То есть те команды, которые образовались, даже если они идут в разные вузы, они очень часто держатся друг за друга. На наш взгляд, это огромный потенциал, потому что дальше они могут собраться уже в какие-то настоящие технологические команды, запустить свои проекты. Не обязательно в тех областях, в которых они здесь познакомились, но это, мне кажется, очень важно. Ольга, поделитесь, наверное, реальными проектами, которые дети сделали. Я могу поделиться пока, поскольку мы новый профиль открываем в Олимпиаде конкретно, но, с другой стороны, за нами 27-летний опыт использования данных, а могу поделиться теми проектами, которые могут лечь в основу дальше. То есть еще не было анализа космических снегов? Нет, нет. О, это очень интересно. Нет, поэтому мы сейчас вводим этот профиль, опираясь на очень интересные проекты, например, по мониторингу или по определению нарушений правил установки вставных неводов на Южном Сахалине, например. Мы начинали этот проект в 2010 году и обнаружили, что 77% компаний нарушают эти правила. Вот сейчас, когда этот проект идет уже 8, да, больше 10, ну, почти 10 лет, 2011 год, нарушителей 8%. Причем правила, которые, ну, то есть технология, она относительно несложная. То есть есть правила, что этот, например, невод должен быть не больше, там, двух километров. Из космоса очень хорошо видно, что это, там, не два, а четыре. И вот нам кажется, что если мы будем давать такие проекты детям и будем, вот сейчас конкретно в этом профиле мы предложили решить более сложную задачу. Мы предложили в задаче определение границ исчезновения тропических лесов, которые, ну, просто глобальная экологическая проблема, исчезновение вот тропических лесов. И сегодня картирование этого исчезновения, оно достаточно медленно идет и очень трудоемко, потому что вручную делается. Пока взрослые люди не разработали, взрослые ученые не разработали удобного и достоверного алгоритма, вот, ну, как бы, решение этой задачи. И мы надеемся, и совершенно искренне надеемся, что дети решат эту задачу на финале, вот, Олимпиад. И сейчас мы, как бы, эту, ну, во-первых, мы будем рассчитывать на то, что дети вообще заинтересуются и поймут, что такое вообще глобальная эта проблема, что она решается с помощью космических данных. И если вдруг нам не удастся решить это с помощью, там, новых алгоритмов, то, как минимум, она решается краудсорсинг. И это тоже важно. То есть, в крайнем случае, мы там как-то поднимем на, ну, там, всех участников Олимпиады, да, и скажем, давайте, ребята, тогда откроем. Ну, это, вот, это просто несколько примеров. То есть, мы недаром рядом, ну, как бы, всегда у нас были такие определения, там, дежурные по планете, космические патрули, прозрачный мир. То есть, всё, что связано с космосом, это, ну, к сожалению или к счастью, это контрольные функции, но которые позволяют нам решать, ну, хоть в какой-то степени защищать вот планету от того, что с ней происходит. Я бы здесь обратил внимание на то, что этот профиль очень в духе того, тех целей, которые мы ставим, потому что наша цель не только в том, чтобы дети научились каким-то технологиям, но и в том, чтобы они осознали себя способными что-то поменять в этом мире. Да, да, вот это очень важно. И экологические вот эти вопросы, которые коллеги очень хорошо решают с помощью именно космических снимков, это очень важная составляющая. То есть, ты, будучи обычным школьником из деревни такой-то, смог реально что-то поменять на этой планете. Это просто невероятно. Это заставляет детей, ну, просто верить в свои силы. И вот вчера, кстати, у меня был очень интересный разговор по следам нашего одного из проектов, например, мониторинг нелегальной золота добычи на реках Сибири. Вот, казалось бы, они сейчас по следам наших проектов... Ничего себе, там золото добывают. Да, они моют золото, нарушая все правила экологические, то есть, фактически превращая реку в пустыню. И вот сейчас наша знакомая, она сидит в Нижнем Новгороде, дама, она анализирует снимки. Товарищ, который пишет в прокуратуру природоохранного, значит, сидит в Красноярске. А сама организация называется, кстати, Центр спутникового мониторинга гражданского контроля. И это все выросло из наших технологий, ну, как бы, ну, не наших личных технологий, из тех технологий, которые мы развивали. Вот, и они сейчас очень заинтересованы в том, чтобы дети, которые освоят вот эти технологии, чтобы они помогали. Потому что колоссальное количество нарушений, и просто это некоторое, ну, вот именно то место, где реально можно почувствовать себя полезным и нужным, то есть просто вот в этом мире. И мне кажется, это редко очень такое сочетание таких возможностей. Ну, и еще 20 лет назад, мне кажется, это вообще было тяжело представить, что такое возможно. Да, да. Вот, ну, так как вы связаны с космосом, наверное, хочется задать вопрос. Вот раньше мы были и считались космической державой такой. А вот сейчас как происходит? Вот нам нужны школьники и студенты, которые вот пойдут в космос? Ну, сейчас мы очень нужны, потому что мы по-прежнему, у нас есть иллюзия, что мы космическое держава, но вот последнее засветание в прошлом году с участием Белоусова как раз, ну, там был доклад, в котором доля наша на рынке, на мировом рынке, несмотря на все наши проценты, даже чуть меньше, и это было потрясением для многих. Я разговаривала с одним человеком из Королева, который сказал, что, знаешь, я просто, ну, я знал, что как бы все плохо, но что настолько... Поэтому я, честно говоря, почему мы вот очень благодарны, что мы можем, например, войти в Олимпиаду с нашим профилем, потому что мы считаем, что даже если мы сегодня не можем быстро нарастить какие-то компетенции в создании спутников, вот в инженерии спутников, хотя мы стараемся, там есть как бы профили с этим связаны, но это просто, это гораздо более долгий путь. Но в части обработки данных мы можем, потому что у нас есть хорошие еще пока, я так надеюсь, там информатика, физика и математика, и дети, ну, как бы, и в IT очень серьезное образование, дети талантливые. То есть, мне кажется, здесь мы можем сделать их гражданами мира и дать им шанс создать какие-то свои бизнесы на данных, которые принадлежат всему миру. То есть, сейчас очень много и бесплатных данных, и сейчас группировки, например, Чили, вернее, Аргентина, например, запускают 300 спутников с решением мета. У нас пока работающий один в нашей, во всей стране. Ну, то есть, не сравнить возможности информационных потоков, а для того, чтобы использовать вот эти самые там искусственный интеллект, машин-ленинг и прочие вещи, надо иметь огромное количество эталонных, ну, как бы, эталонных изображений. У нас этого, к сожалению, тоже нет, но даже нет, ну, то есть, есть, но недостаточно. И вот это все мы постепенно сможем как-то исправить, увлекая детей там, а в будущем студентов, мы очень рассчитываем на то, что они там это не брать. Мы сможем себя хотя бы в этой части рынка найти. А он, кстати, с точки зрения объемов гораздо больше, чем там запуски и сами спутники, потому что это рынок так называемых дополнительных продуктов, и там мы можем занять реальную хорошую нишу, я надеюсь. Я тоже надеюсь, что будет. Я согласен в том, что нам нужно переосмыслить как-то, потому что раньше развитие космического направления у нас держалось на некоторых таких героических историях, на некотором распространении человечества по Солнечной системе, в том числе на военном космосе. Сейчас понятно, что часть этих повесток остаются, они будут развиваться, но в целом нам нужна какая-то новая энергия здесь, нам нужны новые темы, которые могут завлечь молодых людей в эту историю. Так получилось, что современный космос, он как бы замкнулся назад на Землю. То есть произошло определенное разочарование в технологических возможностях человека, что он там освоит все планеты вокруг и колонизирует Марс. Это все на самом деле мало реально при современных технологиях, но повернувшись назад к Земле, мы понимаем внезапно, что мы в подводной лодке, которая движется в космосе, вокруг нет абсолютно ни одного места, где было бы жить лучше, чем на Земле. Все говорят про переселение на Марс, но на Марсе в миллион раз хуже, чем на самом плохом месте на Земле. То есть в этом смысле они несопредставимы. И поэтому то, во что мы превращаем нашу планету, сейчас становится уже реальной проблемой. И возможно как раз через космос мы наконец сможем вернуться к своей планете и понять, чем ей помочь. И здесь как раз внезапно оказывается, что вопрос анализа данных, связи, доступа равного к интернету, доступа равного к каким-то другим возможностям, которые дает космос, это становится супер важным. И здесь для молодых людей это может быть совершенно другого уровня челлендж. Почему все смотрят в сторону Илона Маска? Потому что он показал всему миру, что можно здесь как бы взломать традиционный уклад, взломать некоторые подходы, которые казались незыблемыми. Мы как страна от этого пострадали, но как общее движение человечества в космос, это довольно важно. Да, он его возобновил, мне кажется. По сути, да. Это очень важный шаг вперед. И на этой волне, мне кажется, мы можем заново выстроить всю логику освоения космоса, обладая уже тем, чем мы сейчас обладаем. Ну вот все-таки, чтобы нам конкурировать с Илоном Маском, нам достаточно такой Олимпиады? Куда дальше детям идти? И вот все-таки есть ли университеты? Я знаю, Бауманг, она тоже занимается космосом. Но вот все-таки, что нужно? Ну, на мой взгляд, конечно же, недостаточно, с одной стороны. Потому что, ну, Олимпиада — это всего лишь какой-то этап, это какой-то уровень сложности. Но я тоже довольно скептически отношусь к вот этой традиционной линейке из серии «Вот вы закончили сильную школу, вы поступили в крутой вуз, вы, значит, потом попали на предприятие». Мне кажется, что вот эти все такие лесенки, они в современном мире работают все хуже и хуже. То есть, там, тот же Илон Маск собирает у себя огромное количество людей, самых лучших со всего мира к себе в компанию, и многих не из-за диплома. И в этом смысле, там, Google отменил диплом на собеседование недавно, была про эту новость. По большому счету, вуз — это место, где очень много интересных людей. И если этот вуз остается таким, ну, у нас есть действительно сильные университеты с очень сильными лидерами внутри, и преподавателями, и темами, да, то, конечно, там вырастут вот эти ребята. Если же нет, то это во многом потеря времени. Поэтому мне кажется, что здесь намного важнее, чтобы у нас появились, помимо вузов и вот этих классических дорожек, какие-то дополнительные инструменты. Стажировки в компаниях молодых, в стартапах, где ты можешь попробовать что-то сделать, что-то свое. Это какие-то технологические конкурсы уже для студентов, где они могут объединяться в команды, брать какие-то вызовы, получать гранты. То есть, нам нужна вот эта система вокруг. Нам точно недостаточно вот просто кафедры, на которые преподаватель будет читать. Значит, нам нужно больше замыкать вузы на реальную жизнь и на реальные какие-то задачи, реальные вызовы. А вот такой вопрос. Готовы ли вы делиться, допустим, заданиями, которые были на Олимпиаде со школами? Потому что, мне кажется, это было бы очень интересно, чтобы, ну, допустим, на уроке физики или математики решали бы хоть какую-то толику задачу. Ну да, это, на самом деле, очень большая задача, которую мы перед собой ставим, чтобы эта Олимпиада была не только ради Олимпиады, но вот хвост, который за ней остается, он был доступен всем. Уже сейчас мы все прошлые года, которые Олимпиада шла, это уже четвертый запуск, мы все материалы доступны, есть онлайн-курсы основаны на наших материалах по подготовке. На все, мне кажется, упирается здесь не в материалы, а в очень большой разрыв между тем, что обычно делают на уроке учителя, той программой, которая ему спущена сверху, и теми задачами, которые мы ставим перед участниками. Часто учителя вместе с детьми учатся, и за это, ну, ряд из них за это любят нашу Олимпиаду, потому что это некий челлендж, и каждый год ты не знаешь, что это будет, и ты как бы уже с ожиданием, а что в этом году нам придется изучить все вместе. Мы немножко систематизировали это в этом году, мы запускаем большую инициативу, которая будет называться «Урок НТИ», когда тематики нашей Олимпиады будут упакованы, в один урок, и любой учитель у нас в стране может взять этот урок и провести, тем самым рассказать детям, что такое национально-технологическая инициатива, какие там вообще есть направления, в чем эти задачи, и куда идти дальше. То есть, как выбрать в Олимпиаде, какое направление из 21 профиля, который сейчас есть, это очень большой спектр, и вообще сложно выбрать по названиям, и все понятно. И как сделать этот выбор, и как, на самом деле, зацепиться за это, начать работать дальше. — Алексей, тогда расскажите еще про проекты, которые делали дети. Я знаю, что они смогли понять, какой будет рак развиваться, лучше, чем врачи. — Да, это одно из направлений. — Правда ли, что будут использовать эту систему? — Смотрите, это одно из направлений нашей Олимпиады, «Большие данные машины обучения» называется. Там каждый раз берутся новые задачки. Вот в прошлом году была задачка, связанная с обнаружением рака, и это задача, за которую не бралось, ни которая этим занимается. У них есть огромный массив данных, но они даже не пытались пока подойти к этой проблеме. А, собственно, проблема стоит в том, что по каким-то неуловимым для профессионалов признакам можно обнаружить зону риска на очень ранних стадиях. И здесь, фактически, человек уступает место машине, анализ большого объема данных, статистики, что стало с этими людьми после, как у них развивались болезни, возможность сочетать снимки, анализы крови и другие параметры человека, все это замешав в правильные алгоритмы, которые все это будут просеивать и выбирать какие-то закономерности. В итоге получилось, что лучшее решение показало на несколько порядков более качественный прогноз, чем это делали врачи. И дальше задача стоит в том, чтобы интегрировать вообще в практику. Это очень сложно. Как мы знаем, инженерные соревнования – это вещь, где вы работаете в некоторых условиях искусственных, вы смогли решить, вы молодец, но дальше внедрение – это уже намного больше истории. Мы надеемся, что ряд наших профилей получат свои продолжения и будут дальше использоваться. Ольга, расскажите, по вашему мнению, почему так необходимо работать в команде и что это может дать? В команде? Да. Ну, на примере нашего профиля, я думаю, что… То есть это каждый ребенок по какому-то определенному профилю или… Нам кажется, просто у нас одна из проблем, что если ты просто… Ну, традиционно космические данные относятся к географии. География обычно преподает очень скучно, ну, за редким исключением, и дети вообще не понимают, зачем, собственно. Это кажется, что вся планета изучена. А география – это на стыке, там, скажем, метеорология – это физика атмосферы, гидрология – это, там, скорее, химия плюс физика воды и так далее. И, там, куча каких-то направлений, там, прогноз погоды, еще что-то. Все это география. И нам нужны, ну, во всяком случае, как мы видим в нашем профиле, нам обязательно нужны программисты, физики, условно, там, биологи, потому что мы завязываем на растительную историю. То есть нам, как бы, мне кажется, там никак один ребенок, даже если он универсал, он не справит. Ну, может быть, какой-то один найдется, но просто не физически, не, ну, ментально он сам. Поэтому нам очень будем рады, если нам удастся собрать таких людей из разных, которые каждый почувствует свою роль. Как вот набирается команда? То есть, получается, выбирается один, кто лучше разбирается в программировании, физике или вот… Команды набираются у нас по-разному. Часть команд набираются на площадках, у нас есть площадки подготовки по стране, это школы, энтузиасты, ну, вообще, где угодно они могут собраться. И вместе чаще, больше по каким-то личным параметрам, они понимают, что им интересно вместе пойти через это приключение. Но бывает, и у нас таких достаточно много, ребят, те, кто ВКонтакте просто, ну, по сути, делают объявления, нам нужен программист, какие-то параметры, общаются. Очень много, на самом деле, мы видим очень хорошо, что современные дети, они вообще не умеют работать в команде. То есть, эта практика отсутствует, как таковая, в школе, и поэтому это для многих из них вообще первый опыт серьезной совместной командной работы. Поэтому очень много распавшихся команд. Мы хотим в этом году сделать такую небольшую игру-тренинг, где дети в онлайне смогут понять вообще, в этой команде не сработаются или нет. То есть, мы стараемся помимо основного вот этого, стержня Олимпиады, в нее накидывать еще разные инструменты, которые помогут современным детям лучше с этим работать. То есть, это будет такой игровой инструмент, игра, в которую они смогут, поиграв в нее, понять вообще, как бы с теми они или нет объединились. На самом деле, это правда, потому что в тот же космос, когда отправляют, тоже смотрят и психологически, чтобы команда правильно работала. Да и более того, вообще мы это часто не осознаем, а на самом деле, те, кто работают в космосе, космонавты, это часть намного большей команды. То есть, огромное количество людей сидят на земле, в центре управления полетов, ученые, как самолет, и пилот он один, и на самом деле... Конечно. И вот сама вот это понимание, что есть большая команда, и умение координироваться, коммуницировать, понимать, кто за что отвечает, это все супер важно в современном мире, и этому нужно уделять отдельное внимание. Кстати, это огромное, вот я как работодатель с 27-летним старшим, в наукоемкой фирмы, какая-то огромная проблема. Все эти таланты, ты набираешь талантливых людей, к тебе приходят реально звездочки, и вот работа вместе, это... У нас были ситуации, когда эти звездочки между собой не общались всегда далее. И ты просто... Тебе приходится искать, ну, как руководителю, тебе приходится искать какие-то, ну, просто потрясающие методы, чтобы она не развалилась вообще. И в этом смысле я считаю, что если они сумеют понять, что ты часть все-таки команды, а не какая-то звезда индивидуальная, то есть, ну, хорошо самооценка, да, но без... Вот это очень важно, это в том числе для карьеры твоей, там, для... Поэтому классно, что кто-то об этом задумался и доносит эту мысль практически до детей, особенно талантливых детей. Хотя эта Олимпиада, она же не только про талантливых детей. Нет, она про тех, кто просто готов практически применять свои идеи, создавать что-то, доводить до конца. Вот, наверное, да, такой вопрос, все-таки таланты нужно расти, да, или отбирать все-таки. И выявлять. Выявлять, да. Мне кажется, это вот скорее выявлять. Ну, смотрите, сам формат соревнований, он, конечно, про проявление, да, то есть, ты ставишь человека в ситуацию сложную, конкурентную, и в ней, как бы, проявляются сильные и слабые качества. Но сама система, сам проект большой, который мы делаем, он на самом деле далеко не про отбор. Потому что те, кто не попали на финал, они прошли через определенный образовательный опыт. Те, кто попали на финал, но не взяли первый приз, им тоже очень круто приобщиться вот к этому. Они еще много научились. Много научились, много увидели и на своих ошибках. И вот, как сказал Дмитрий Песков вот на последнем закрытии, что я завидую тем, кто проиграл. Потому что, в отличие от тех, кто выиграл, вы, на самом деле, намного больше вынесете отсюда и поймете, как бы, что у вас не получилось. И это для вас станет очень хорошим шагом вперед. Я, в целом, сторонник того, что, конечно же, талант, он формируется. Потому что задатки в людях совершенно огромное количество задатков, самых разных. У нас, к сожалению, система образования не работает с ними, поэтому у нас, скорее, случайно проявляются некоторые вещи, чем закономерно. Но если ты понял, как помочь развить вот какое-то внутреннее качество, которое присуще тем или иным людям, то это огромное достижение. Потому что, конечно же, все, что заложено в нас и родителями, и природой, и в целом, требует определенного внимания развития. Без этого оно так и останется в редуцированном виде. И, конечно, вот эти форматы, например, коммуникации, планирование, проектирование, это все тоже дополнительные отросточки, которые не развиваются в школе по большому счету. То есть это то, что у многих детей в конфликтной форме проявляется, в том, что они протест какой-то, на последней парте сидят. То есть это часто говорят, что предпринимателям становятся троечники. Но это во многом по той причине, что школа просто не может им дать ничего. То есть школа в базовом ее формате не может ничего дать тем детям, у которых что-то другое требует развития. Вот финалисты Олимпиады, вы планируете за ними смотреть, следить и как-то, может быть, развивать дальше их таланты? Да, мы ведем активную работу со всей нашей базой. И победители, финалисты, самые наши уже первые победители, они уже выходят в логику наставников в некоторых местах. То есть они становятся теми, кто работает с другими школьниками, а уже будучи студентами, например. Они выходят в логику со-разработчиков некоторые. То есть они включаются в большую нашу распределенную команду со своим опытом, со своим видением свежим, что нужно делать. И это очень важно для нас, потому что, на наш взгляд, как раз формирование вот этих связей, как межвозрастных, так и межинституциональных, между школой, вузом, между разными вузами, это как раз единственная надежда у нас вырастить какую-то вообще экосистему и хоть как-то что-то развивать. Потому что пока все замкнуты в своих коробочках, это все просто не будет работать. В нашей сфере мы вообще мечтаем и пытаемся сейчас внедрять на Дальнем Востоке, как в Дальнем Восточном университете сейчас будет, у меня такая междисциплинарная магистратура. Хотелось бы, чтобы, например, уже студенты-айтишники, в какой-то момент выходя из бакалавриата, приходили в, например, геопространственный бизнес-разведка, то, что можно развивать на нашей, и приобретали вот эти знания, базируясь на некотором базовом, там, айтишном. Но это также актуально для юристов, например, или экономистов, или даже там, ну, госчиновников, например, будущих. Потому что просто иначе они даже не представляют себе, выходя из вуза, что это возможно, и что это используется, и что это поможет, там, ну, принимать управляющие решения. Вот мы очень надеемся, что вот эту какую-то траекторию для выпускников мы простроим вместе. Потому что иначе действительно, меня очень часто спрашивают, а родители даже спрашивают, ну, хорошо, вот вы научите детей, неважно, в рамках или олимпиады, или в школе, вы научите их этим пользоваться, а куда, собственно, они с этим пойдут? Вот, потому что сейчас реально это действительно либо географический факультет МГУ, ну, который я лично заканчивала, очень люблю, но, я говорю, вот это название, оно детям просто, оно не привлекательно для детей очень часто. Либо куда? Ну, хорошо, все идут там в IT. Вот, ну, в общем, эта вот траектория, это очень важно, и нам хочется донести это до детей, эти возможности. Я бы здесь еще даже более амбициозную вещь сказал, что, на наш взгляд, вот многие технологии, которые сейчас в НТИ появляются, беспилотники, большие данные, нейротехнологии, где вы там снимаете сигналы со своего и чужого организма, чтобы понять, что с ним происходит, это все технологии, которые требуют одновременно выращивания людей и выращивания сферы применения, потому что наше общество еще не готово частично, вообще не сформированы эти рабочие места. Но мы совершенно точно видим по прогнозам и по нашим конкурентам зарубежным, что это точно есть, и это будет. И в этом смысле, если мы не будем сейчас это формировать, то все эти наши замечательные талантливые ребята либо не реализуют себя, либо уедут, либо еще что-то такое произойдет. Поэтому единственная возможность, это вместе с ними выращивать эти бизнесы и эти применения вместе с их ростом. То есть, по сути, мы, как вот аналоги, которым мы любим приводить, когда Жуковский там собирал свой авиационный кружок в начале 20 века, не было самолетов, которые перевозят людей там массово и так далее. То есть, они вместе выращивали некоторое новое направление. Энтузиасты, да, в кружке выращивали новое направление, которое никто до них не выращивал. И одновременно придумывается, как устроен самолет, как он применяется, какие задачи он может решать. Это все одни и те же люди. Потом мы смотрим, они стали все генконструкторами, другими лидерами. Вот ровно так все, на наш взгляд, должно выглядеть с этими новыми направлениями, которые, может быть, астрономически уже довольно давно существуют, но в практику массовое принятие решений управленческих пока еще пришли далеко не везде. И это как раз, на наш взгляд, очень важно, чтобы сразу были молодые энтузиасты, которые на себе тянут эти вещи, они понимают, что за этим будущее и готовы это будущее формировать. Да, вот если говорить о будущем, то, хотя, почему будущее уже настоящее? Все мы видели автомобили, которые сам паркуются, да сам едет уже. Вот, что мы еще видим? Мы видели, как оплачиваются кассы без кассира. То есть, получается, что многие профессии уйдут, и водители, возможно, и кассиры. И вот тут вопрос, а ребенку как к этому подготовиться? То есть, это какие-то новые знания, навыки, может быть, это программирование, биология? Как вы это видите? Мы работаем с достаточно пока не узкой прослойкой молодых людей, которые сами готовы включаться в создание технологий. То есть, понятно, что эти люди, они, скорее всего, не пропадут. Ну, то есть, они как раз формируют вот этот ландшафт, в котором пропадут профессии. То есть, они играют по этим правилам. Но мне кажется, что то, что мы видим, в том числе на Олимпиаде, что даже в рамках одной команды всегда есть сочетание тех, кто делает руками, тех, кто придумывает. И поэтому я думаю, что будущее за вот какими-то такими средами, в которых будут востребованы самые разные практики. Вот когда говорят про отмирание профессии, все равно мы, тем не менее, ходим к врачам и к психологам, и к каким-то еще людям, которые, ну, например, про персональный контакт, или там официанты, или еще что-то. Я просто к тому, что некоторые наши вещи, они слишком техно-оптимистичны. Они слишком техно-оптимистичны. То есть, мы понимаем, что многие профессии исчезнут, но они что-то не очень быстро исчезают, в том числе те же водители, хотя есть беспилотная машина уже. Не, ну, она пока не так быстро технология. Тем не менее. Но я просто к тому, что, возможно, профессия водителя превратится в профессию, как бы, человека, с которым ты разговариваешь, пока едешь. Да, возможно. Ну, потому что, на самом деле, эта функция, она тоже, как бы, супер важна, по большому счету, когда мы получаем эту услугу. То есть, здесь как раз эта зона экспериментов, на мой взгляд. И если мы включим молодых людей в эту зону экспериментов, то мы предоставим им честный шанс самим, как бы, это сделать. Потому что, когда мы говорим, ну, ты учишься на кого-то, но через пять лет эта профессия умрет, это, мне кажется, не очень честно по отношению к молодым людям и вообще, как бы, к миру, в котором мы живем. Поэтому нам, конечно же, нужно включать молодых людей в понимание того, как развиваются те или иные профессии, понимание того, что будет жить, что будет умирать. Ну, мне кажется, они сейчас сами гораздо… Ну, они же видят, что происходит там даже на примере там мобильных или компьютеров. Стремительные изменения, они к этому гораздо больше, чем мы готовы. Уж мы-то там заканчиваем университет, а потом выходя там и сталкиваясь с персональными компьютерами. Это правда проблема, наверное, старшего поколения. Мне кажется, наша задача, и мне кажется, это как раз Олимпиада очень хорошо решает эту задачу, это не убить интерес к обучению, неважно в какой форме. Тогда ребенку очень легко, ребенок или там уже взрослый человек освоится. Ну, просто, ну, все же люди умные, там надо жить, надо зарабатывать. Значит, если ты освоил профессию, которая там как-то не стала популярной даже, ну, у тебя хватает энтузиазма и мозгов, там, либо создавать спрос, да, либо самому быть создателем профессии. То есть, фактически, мне кажется, Олимпиада воспитывает будущих создателей профессии скорее, ну, или вот тех людей, с которыми будет создаваться это новое. И вот это вот очень важно. Они себя чувствуют скорее, мне кажется, не теми, у кого там, кого чему-то научат, и эти знания будут невоспользованы, а теми, кто будет создавать это. Вот это наше… Ну, я хочу сказать, что сама креативная составляющая в профессиях, она тоже будет расти, очевидно. То есть, вот, например, взять тоже программирование. Сейчас есть профессии, которые всегда воспринимались, ну, не очень про программирование, например, там, электромонтаж или какие-нибудь там истории, связанные с теми же химическими анализами. Сейчас мы смотрим, и везде там есть программирование. Ты не имея базовых навыков анализа данных, программирование, это как вторая грамотность. И в этом смысле какие-то такие творческие, креативные составляющие, они будут все больше и больше накапливаться внутри профессий. Поэтому, возможно, правильнее говорить в современном мире вообще не о профессиях, а о каких-то компетенциях и зонах применения. То есть, есть некоторые проблемы, которые надо решить, они все междисциплинарные. Есть компетенции типа программирования, которые тоже можно применить в огромном количестве мест. Но если ты умеешь учиться, научиваться, понимать других и понимать проблемы. Есть такое тоже, уже тоже настоящее онлайн-образование, и ваши олимпиады тоже сначала проходят онлайн. И тут тоже такой камень преткновения, вопрос в плане того, что вот есть Курсера, Кен Академи, и потрясающие проекты, но вот есть статистика, что Курсеру не досматривают. И тут такой вопрос, либо мы не знаем статистику, смотрит ли, приходя в университет, этот курс, или там в школе в носу ковыряется, да, или все-таки онлайн он не мотивирует. Мне кажется, что онлайн для мотивированных. То есть, у нас вообще по разным оценкам, от 4 до 10% тех людей, которые сами себя способны мотивировать, вот именно развиваться и учиться. И, конечно, для таких людей онлайн-образование, это просто мегко, вы там можете все найти, сами все организовать, построить свое время, как угодно поменять профессию. Вот сейчас недавно на острове Русский был такой большой образовательный эксперимент с кучей людей, и там хорошо было видно, что когда человек ставится в ситуацию свободного выбора, если он достаточно осознан, он может прям даже радикально поменять свою жизнь, понять, что ему интересно другое, и начать двигаться в этом ролике. Но проблема у всех остальных 90% на самом деле, что является инструментом их вовлечения, их разжигания интереса и так далее. Здесь, мне кажется, пока онлайн, даже со всеми VR-историями, другими супертехнологичными современными историями, пока, к сожалению, не дают ответа. Пока есть только один ответ медийный, когда есть люди, которым ты подражаешь. Но насколько этой мотивации хватает, я не уверен. То есть это вещь, которая очень такая популярная. Сейчас один кумир, потом другой, и в этом смысле сложно выстроить на этом свою профессиональную траекторию. Поэтому вот это проблема. Если мы научимся разжигать людей каким-то образом, то онлайн-образование действительно станет намного более популярным и эффективным. А сейчас мы работаем в системе, когда все равно приходится вести людей за руку, все равно показывать им, объяснять, а иногда заставлять. Вообще профессию учителя в этом смысле достаточно часто бывает проблематизирующей. То есть ты не можешь развиваться, если ты находишься в условии комфорта. Ты должен вывести человека из ситуации комфорта. Это может быть неудовольство собой, недовольство миром, но такого рода комфорт и дискомфорт. И в этой ситуации ты начнешь двигаться. Вот в этом, на самом деле, задача пока, к сожалению или к счастью, но мы не видим онлайн-инструментов, которые могли бы с этим помочь. Вот если говорить про искусственный интеллект, про возможный безусловный доход, как все-таки объяснить, что образование, оно нужно? Ну, я имею в виду большинство, потому что, возможно, будет стоять вопрос, зачем оно. Ну да, мы это хорошо видим сейчас. Собственно, это и есть ответ, наверное, на вопрос, почему так мало людей думают о своем образовании. Потому что они, мне кажется, просто не очень понимают, что они делают и зачем в этой жизни. То есть если человек понимает, если у человека появляются хоть какие-то ориентиры, цели и движения, начиная от того, чтобы просто заработать на жизнь, заканчивая тем, что он вдруг почему-то болит, у него сердце за экологию или за что-то такое, у нас пока, к сожалению, это не стало частью общей культуры. То есть есть страны, где это просто с детства воспитывается, и вы там мусор раскладываете по разным пакетам. У нас этой культурной нормы нет, и у нас, наоборот, мне кажется, культурная норма связана с какими-то экзистенциальными проблемами. То есть если спасать, то сразу все человеческое. И в этом смысле, но тем не менее, этот стимул нужен. То есть нужны какие-то ответы. В современном мире их очень мало кто пытается формулировать. Опять-таки сегодня вспоминали Илона Маска, можно все что угодно думать в его бизнес-стратегиях, но в медийном поле он смог стать таким символом. Да, для всех. Для всех, да. И в этом смысле нам нужны такие символы и смыслы. Это раз. И два, тоже очень перекликается с тем, что Олег говорил в самом начале. Нам нужно понимание, которое, я не понимаю, как сформулировать, если не в школе, работы ребенка с тем, что бывают проблемы, их нужно обнаруживать и решать. И если ты находишься в такой проактивной позиции, что ты можешь вообще что-то решить в этом мире, можешь как-то в этом поучаствовать, то у тебя и мотивация намного выше. Это не просто ради того, чтобы родителям сказать, что все в порядке, я поступлю куда-то. Ты ради каких-то действительно важных вещей, которые ты для себя обозначил как важные, что ты делаешь, то это реально может повысить мотивацию. Но как это сделать массово, пока большой вопрос. Мне кажется, я даже дополню, что это зачем смысл обучаться. Если ты хочешь решать что-то, менять в мире, то вот это ответ. К сожалению, подходит время к концу, поэтому, наверное, последний вопрос. Могли бы вы дать какой-то совет родителю или, может быть, ребенку, который хочет стать инженером, что-то создать новое? Могу, да. Мне кажется, что здесь очень надо быть в современном мире очень открытым к самым разным вещам и быть готовым, что инженерия может выглядеть совершенно невероятным образом. То есть то, что делает современный хирург или то, что делает человек, который торгует на бирже, это уже имеет огромный инженерный внутри себя и потенциал. И я думаю, что здесь самое главное не попадать под какие-то такие очень четкие рамки. Инженер — это обязательно вот этот вуз или инженер — это обязательно вот этот тип работы. Инженер — это человек, который готов менять мир. Если вы видите в себе желание менять мир, это в отличие от ученого, кстати. Ученый совсем другой. Ученый — человек, который познает, пытается разобраться. Вот инженер, он меняет. Если вы хотите менять мир, то вот неважно, в какой, по большому счету, в какой вы выберете разновидность инженерии, если вы хотите менять мир и будете учиться менять мир, пробовать, очень важно менять мир. Но что-то создавать, я так понимаю. Создавать, конечно, новое. Где учиться? Или у себя дома, пытаться сделать дракоптер? Или все-таки куда пойти? Ну, тут тоже некоторым вещам нужно учиться действительно долго. Если вы хотите создавать гидроэлектростанции, то для этого нужно очень много всего узнать. Если вы хотите собрать робота, для этого на самом деле нужно много всего узнать. И нужно быть готовым, что первые пробы пройдут хорошо, а дальше ты начнешь, как только ты начнешь избираться, ты начнешь сталкиваться с огромным количеством сложностей. И здесь, конечно, нужно учиться серьезно. ВУЗ в этом смысле пока безальтернативен, на мой взгляд, для такой сложной инженерии, типа космоса или энергетики. Но для некоторых направлений типа IT уже, мне кажется, или дизайна. Вот я как родитель 11-классников, главное попытаться родителям не давить на детей, дать им все-таки шанс найти себя. Потому что сейчас очень тяжелая история с этим, с ЕГЭ, с давлением, ВУЗы, как бы мы стараемся что-то предложить, а у ребенка нет шанса выбрать. Надо ему дать такой шанс. Вот это вот самое главное, мне кажется. Ну вот, а если учить географию, космос, то это вот куда лучше пойти ребенку? Ну, сейчас это либо какие-то традиционные, типа МАИ или Бауманки, что касается инженерии. Если вот то, что мы говорим о данных, ну, это та же самая география, МИИГАИК, может быть, это землеустройство, университет. На самом деле большой очень выбор. И иногда не самые такие популярные ВУЗы дают очень интересное в этом смысле образование. Это здорово. Я думаю, теперь нам есть о чем подумать и куда посмотреть маршрут ребенка, узнать, куда ему пойти. Спасибо большое всем, кто нас слушал. До новых встреч. Спасибо. Удачи. Спасибо. Удачи.